Акционеры компании Норильский Никель распределили прибыль. По итогам прошлого года они получат рекордные дивиденды. Накануне их размер утвердили на годовом общем собрании. Светлана Овсянникова подробнее. Доброе утро, дамы и господа. Пожалуйста, займите свои места. В этом году это уже третье общее собрание акционеров Норильского Никеля. В январе и марте они были внеочередными, голосовали за уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав и новых членов Совета директоров. Можем приступать к работе. Как я уже говорил, повестка дня собрания акционеров утверждена Советом директоров. Акционеры утвердили размер дивидендов по итогам года. На их выплату пойдет около 60 миллиардов рублей. Это рекордная цифра за последние 10 лет. Генеральный директор Норильского Никеля Вадимир Потанин отметил, минувший 2012-й был непростым и противоречивым для отрасли, но Норникель смог сохранить стабильность. Компания показала неплохие результаты по прошлому году, несмотря на сложные внешние условия, продолжающуюся непростую ситуацию на товарных рынках. Тем не менее, компания показала вполне достойные финансовые результаты. Вдобавок, Владимир Потанин перечислил приоритеты обновленной стратегии компании. Ее представят в конце года. По его словам, теперь для инвестиционных проектов установлен новый уровень доходности. Минимум 20%. Снижение общего объема капитальных затрат и их оптимизация – это одна из главных задач, которые стоят перед менеджментом Норильского Никеля на сегодняшний день. Именно поэтому нами была создана новая система принятия решений по инвестиционным проектам. В частности, был создан инвестиционный комитет, который уже провел первое заседание, одобрил проекты на сумму более 50 миллиардов рублей. Также на этом годовом общем собрании акционеров избрали новый состав Совета директоров. В него вошли 13 человек. Председателем вновь стал ирландец Гаррет Пенни. Светлана Овсяникова, 7 канал, новости 24.